Все это построили иллюминаты для захвата лобби Ваймворлода. Всем доброе время суток, на связи с Ла и мы продолжаем обсуждать обновление Ваймворлод и новую мини-игру, которая выйдет уже совсем скоро. А три случайных подписчика, оставивших лайк и комментарий под данным роликом, получат вимеры. И начнем мы наше рассуждение с того, что я покажу вам довольно классные скриншоты измененного лобби. Оно было довольно сильно проработано в последнем обновлении и теперь мы увидим там очень много пасхалочек, которые были посвящены как новой игре, так и возможно и второй новой мини-игре, которая также может уже совсем скоро у нас появиться. Итак, давайте, ребятки, начнем. Собственно, сначала мы заспавнимся у нас на нашем лобби и посмотрим у нас на сущность, которая нас здесь всегда встречала в своем шалаше. Она немного изменилась и, собственно, сам шалаш их также немного преобразовал в свой дизайн. Теперь он стал более интересный и более насыщенный. Там добавили различные дополнительные блоки, ну и, конечно же, ребятки, наша ведьма обрела цветной никнейм. Поздравим его с этим обновлением, потому что теперь, ребятки, она будет еще сильнее выделяться и вы наверняка уже кликнули по ней, потому что она реально очень классно выглядит. Итак, теперь, ребятки, она вам выдает уже больше не рандомные цифры, а определенный алгоритм, в котором всегда присутствует некоторая буква из названия новой игры Clashpoint. Притом, иногда она повторяется, и мне кажется, что сама буква будет соответствовать просто какому-то таймингу у нас на Ваймворруде, и в связи с этим как раз-таки и будет выдаваться игрокам. Что, конечно же, ребятки, навевает вас на дополнительные мысли, почему же это происходит. И, возможно, кто-нибудь из вас это разгадает, хотя я вообще не уверен, что это поддается какой-либо логике, собственно, как и сами цифры, которые выдает нам эта ведьма, потому что их до сих пор никто не расшифровал. И, знаете, мне кажется, что это, на самом деле, вообще небольшая маночка для игроков, собственно, до сих пор я верю в это, но не факт, ребятки, возможно, все еще у нас изменится. Но пока что никаких у нас продвижений в этой теме, к сожалению, еще мы не сделали. Так. А тем временем мы едим наше яблоко, заревнуемся с нашим игроком вместе с этим гребешком, ну и давайте посмотрим у нас на следующие скриншоты, на которых явно видно, что морские фонари захватывают мир, они реально очень сильно хайпят у нас на Ваймворруде в последнее время. И захватили почти что абсолютно все точки нашего стандартного лобби. Мне казалось, что это немного подозрительно, и, кстати, вы, ребятки, поддержали мою теорию, написав свои варианты развития событий в комментариях под моим прошлым роликом, который я собрал, кстати, уже 800 лайков за один день. Я просто в шоке от вашего актива, и я надеюсь, что вы повторите точно такой же актив у нас под этим роликом, потому что, чтобы получить эту информацию, я потратил довольно много своего времени, и пока мы ждем соперников, можно, думаю, обсудить эти фонарики и ваши теории, которые вы как раз-таки и писали для этого видео. Так вот, некоторые из вас логично считали, что это просто самое стандартное свечение для Ваймворруда, и лично я думаю, что, возможно, на Ваймворруда добавят ночную тему, и они будут освещать все это лобби в ночное время суток, что было бы, кстати, довольно классно. На самом Ваймике, однако, есть еще и другие варианты, начиная от того, что все это построили иллюминаты для захвата лобби Ваймворруда, и заканчивая самыми простыми теориями насчет того, что это просто новый логотип нового режима Clashpoint. В принципе, все эти теории, ребятки, довольны проводоподобны, однако, мне кажется, что вот этот тим у нас здесь сейчас не выиграет, и мы заберем сразу же обоих этих игроков. А параллельно, ребятки, я хотел бы просто вам сказать, что я просто уверен, что это не будет логотипом новой игры, ведь мы все смотрели, думаю, стрим администрации, и там ни разу я не встречал, ребятки, к сожалению, у нас данных блоков. Их реально ни разу там не показывали, и, собственно, их не было видно на самой карте Бутерброд, которую мы там как раз-таки и увидели. А на других картах, в принципе, она может встречаться, но я не уверен, что она явно будет так вот у нас захватывать абсолютно все наши игры. Лично мне все-таки кажется, что это более похоже на какое-то освещение, либо же бонус для того, чтобы, скажем, в тех же домиках у нас было приятное освещение, и мы видели абсолютно все темные уголки нашего дома на Ваймворруде. Собственно, вообще в абсолютно любой точке нашего спавна. Однако, такие же фонари были поставлены у нас еще и на паркуре, и вот на паркуре я не знаю, зачем они там могут быть. Там у нас и так было довольно сильное освещение, и мне кажется, что эти фонари там немного, ребятки, лишние. Однако, кто знает, зачем они там были поставлены. Вдруг это какие-то дополнительные телепорты. Также, кстати, у меня появились еще дополнительные теории по поводу паркура, и если вы соберете под этим роликом хотя бы 450 лайков, то я опять-таки займусь интересными теориями по нашему Ваймворруду, и постараюсь разобрать свою следующую теорию о захвате Ваймворруда, но на этот раз уже точно не фонарями. А мы тем временем видим наше яблоко, и сражаемся с нашим последним соперником, ребятки, в данной игре. Собственно, у нас здесь неплохо комбинил с вами мечом, и давайте, наверное, его здесь пока что немного погоняем по кругу нашего центра. Забираем его еще много, ребятки, тем временем он теряет уже, мне кажется, бонус от яблоком. А мы снова едим наши яблоки, ребятки, и получаем себе дополнительные хп, чтобы теперь уже его снова таким же образом гонять. И параллельно можно расстрелить, мне кажется, еще парочку наших скриншотиков. Собственно, данных фонарей очень много у нас около морского причала на самом Вайме, около пиратского корабля, что, возможно, нас навевает на какую-то морскую тему. Кстати, такие варианты тоже у вас были. О том, что новый режим будет посвящен у нас морской тематике. И, кстати, я вам еще говорю, что я расскажу вам о другом новом режиме, о котором я, видимо, вам расскажу уже у нас в основном нашем лобби. Итак, а учитывая то, что у нас закончилась наша первая карточка, давайте я просто продолжим наш рассказ о том, что появилось у нас в основном в лобби Вайм Ворлд, и может символизировать новую игру. И мне кажется, было бы более логично просто показать данные пасхалки. И смотрите, ребятки, мы здесь видим наши старые лаки-блоки, которые, во-первых, находятся около непонятного постамента, цвета которого нам напоминают очень сильно Клэшпоинт, и поэтому я считаю, что это все-таки у нас, наверное, именно палаточка Клэшпоинта, которая, возможно, в будущем появится. Здесь есть несколько рут, хотя вы только подумайте, у нас уже была точно такая же палаточка, однако здесь также присутствовали дополнительные блоки самого лобби Клэшпоинта, которые нам уже показывали администраторы, поэтому мне кажется, что все-таки это основная палатка. А вот тот шалаш, который я вам показывал в самом начале, является новым шалашом для Скайварса лаки-блоков. И да, ребятки, я не шучу, серьезно, мы уже видим здесь у нас лаки-блоки около данного Скайварса, и, скорее всего, именно в Скайварсе мы будем допывать эти руды. Хотя есть вариант еще насчет того, что это будет у нас какой-нибудь ультра-хардкор, но я сомневаюсь, что его добавят на вами. Ну и вы, возможно, задаете вопрос, почему же это не может быть просто Хангер Геймс лаки-блоки, может быть, они были взяты именно оттуда. Но вы только посмотрите на эту телегу, которая наверняка напоминает вам именно о данном Хангер Геймсе. Ну и поэтому, мне кажется, что скоро добавятся два новых режима, один из которых, скорее всего, будет Скайварс лаки-блоки, а второй, наш любимый Клэшпоинт, о котором я уже не раз говорил в своих новых роликах. И теперь вы можете просто поставить свой лайк и комментарий, чтобы поддержать меня и мой канал с ежедневными роликами в 10 часов утра. И на этом мы заканчиваем. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok